Приветствую вас. Ну вот, вы говорите о том, значит, когда вы выйдете замуж. Спрашиваете вы. И также спрашиваете вы нас о том, каким будет ваш муж. То есть, понимаете, с позиции психологии вы сейчас снимаете в себе ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Когда вы выйдете замуж, с позиции психологии можно немножечко перезинфразмировать и сказать так, когда я смогу выйти замуж и когда я хочу выйти замуж. Это первое. Второе. Позиция психологии ответить на вопрос, когда я выйду замуж, сразу нельзя. Потому что вопрос, когда, зависит от того, за кого и для чего. Понимаете? Именно с позиции психологии это рассматривается так. То есть, вы сначала для себя вообще определяете, зачем я хочу выйти замуж, что для меня семья, что она для меня для меня значит, что она представляет из себя для меня, правильно ли я ее воспринимаю, не жду ли я от семьи чего-то большего, чем она может мне дать, не жду ли я от семьи этого. И после этого, вот после такого вопроса, вы спрашиваете себя, вот, в зависимости от того, что я хочу получить от семьи и для чего она мне, в зависимости от этого, значит, что мне нужно сделать, что я могу сделать для того, чтобы выйти замуж. Вот так. То есть, понимаете, все зависит от вас. От вас также зависит и то, каким будет ваш муж, что он будет от себя представлять, как он будет себя с вами вести и так далее. Все это зависит, понимаете? Вот только от вас. То есть, вы сами выбираете мужчину. Вы, как женщина, вы выбираете ее сами, его сами. А мужчина, он только вас завоевывает. Понимаете? Вот и все. Так вот, вы старайтесь именно в этом ключе, в этом контексте, в этом аспекте, на эту ситуацию смотреть. Не в том контексте, каким будет мой муж, и когда я выйду замуж, а в том контексте, чего я хочу от семьи. Чего я хочу от мужа. И не могу ли я сама, положя руку на сердце, не могу ли я сама получить то, что я хочу от своего мужа. То есть, не проецирую ли я, грубо говоря, на него, на своего мужа, свои собственные желания. Вот этот вопрос является очень важным в данном случае, потому что все-таки важно, чтобы вы адекватно оценивали свое отношение. Адекватно оценивали отношение к своему мужу и к семье. Потому что объективно, объективно, ваша семья, она не должна вам что-либо давать. Она не должна вам что-либо давать. Это вы, как бы, в семье, вы в семью вкладываете. А не она в вас, понимаете? Вот это очень важный момент, на мой взгляд. И о нем нужно разговаривать. О нем нужно, его нужно обсуждать. Понимаете? А то получается такая ситуация, что когда я получил то, что хочу, и каким будет мой муж, а вот такое ощущение, что вы как будто бы сами, вы сами, да, его муж не выбирает. Такое ощущение складывается. Именно вот с точки зрения психологии. Вот. То есть я понимаю, что вы свой вопрос адресовали не психологам, а эзотерикам. Ну, раз уж написали, то я вам отвечу на него. Вот. То есть больше, больше стараться на себя брать все-таки ответственность за свою жизнь и за то, что вот с вами происходит. И если вы хотите замуж, если вы понимаете, для чего вы хотите замуж, то и поведение свое выстраивать нужно тоже, исходя из того, чего вы хотите. Понимаете? Если замуж прожжет, это одно, а если замуж по любви, это другое. Но поведение разное всегда. И его нужно дифференцировать, его нужно разграничивать. В зависимости от целей, вы и себя сами преподносите мужчине совсем иначе, по-другому. Понимаете? В зависимости от целей. Вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам полезен, хоть это и не вопрос для психолога. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok